Начинаем литературную передачу. Предлагаем вашему вниманию рассказ латышского писателя Виллиса Лациса «Жила-была собака». Широко известны романы Виллиса Лациса «Сын рыбака», «Буря», «К новому берегу», в которых отражена жизнь трудящихся Латвии при буржуазном строе, их борьба против капиталистического гнета. Есть у Виллиса Лациса и книги рассказов. Один из них «Жила-была собака». Он написан в 1930 году. Перевод Юрия Каппе. Читает народный артист РСФСР Владимир Дружников. Рассказ дается в сокращении. У овчарки Беллой было похищено четверо щенят. Майсень заявился на рынок с двумя корзинами. Малыши, не ощущая привычного тепла материнского тела, отчаянно скулили и в горе своем боязливо сжались друг к дружке. На собачий рынок приходил разный народ. Были серьезные покупатели, они подробно интересовались качеством щенков и расспрашивали о характере матери. Другие же приходили просто убить время и подразнить торговцев. Некоторые продавцы собак приводили с собой также и матерей щенков и предъявляли их как взрослый гарантированный обращик своего товара. Около полудня на толкучке появился коренастый краснощекой мужчина в серой одежде. Он владел магазинчиком и деревенским домом на берегу Лейлупе. Вместе с ним пришел долговязый подросток в гимназической фуражке. Ну, как идет торговлюшка, обратился сельский житель к Майсиню. Товар-то у тебя бросовый или чего-нибудь стоит? Этот человек был большой специалист по собачьей части. Он перебрал и поочередно рассмотрел у Майсина всех щенят. Испытал на выносливость, поднимая щенков за шкирку. Который взвизгивал, того небрежно сажал обратно в корзину. Под конец ему понравился один, черненький из длинношерстных. Он терпеливее других снес испытание. Ни разу не пискнув, черныш позволял себя вертеть, трепать и ощупывать. Вот из кого будет пес. Сколько тебе за него? Десять латов. Ты что, спятил? Постыдись, человече. А и стыдиться тут нечего. Очень злая порода. Жаль, мать его не привел. Чистокровная немецкая овчарка. А почему уши отвеслые? Ну, вы разве не знаете, что у щенков овчарок уши встают только в три месяца? Это правда, Харальд? Обратился хозяин к долговязому подростку. Да, говорят так. Маленького черныша купили за шесть латов. Пап, он не серой масти. Теперь все заводят серых овчарок. Ну, и что из того? Сударь, у меня тут есть и серые, встрял был и майсень, первостатейные овчарки. Хозяин минуту подумал, почесал подбородок и изрек решение. Ладно, чего уж там, заведем двух. Расти будут лучше. Все равно нашему Карову скоро надо будет дать отставку. И в тот же вечер заключенные в пустую корзинку они отправились за пределы Риги. Черного прозвали Бобиком, серого, как пса чистопородного, Джеком. Стояла пора летних каникул, и за первоначальное воспитание щенков взялся Харальд. В разных журналах ему попадались советы по части воспитания собак, и он решил применить все известные методы, дабы из его воспитанников сформировались отменные экземпляры. Первым делом каждому псу была определена будущая карьера. Из чистокровного Джека решено было вырастить престижную собаку, которую можно демонстрировать наиболее достойным согражданам и как равного ввести в общество собак лесничего, писаря и учителя. Разумеется, ему предстояло получить более светское воспитание и научиться хорошо себя вести. Бобику решили со временем передать цепь и конуру старого Карова. Посему от него, как от будущего цепного пса, требовали архизвериной злости. Характеры щенков уже как бы имели предрасположение к этим барьерам. Джек был смекалистой собакой. Он быстро сообразил, что его благополучие зависит от долговязого мальчишки и его отца, и что послушанием можно избежать плеточных ударов и всегда получать лакомый кусочек. Отчасти из страха перед плеткой, отчасти из соблазна получать кусочек сахара, Джек признавал над собой господство мальчишки и научился к нему подлащиваться. Он быстро выучился сидеть с окурком в зубах, вставать на задние лапы, по приказу облизываться и носить в зубах то, что ему давали нести. Это оказалось весьма выгодным. За каждым таким трюком следовала награда. На каждый оклик хозяина Джек отвечал с наиболее льстивой поспешностью и вилянием хвоста. Бывало, он ложился у ног хозяина и украдкой лизал ему руку. Это была наивысшая лесть, какую собака могла явить человеку. Харальд научил Джека ненавидеть грязных и оборванных людей, а также всех прочих, кому его повелитель не проявлял расположение в разговоре. С Бобиком дело оказалось посложней. Его предки были вольными бродягами окраинных городских улиц, зачастую сами заботившиеся о своем пропитании и не привыкавшие ни к кому из двуногих существ, которые при каждом удобном случае награждали тебя пинком и запускали камнем. Первая же попытка дрессировки, садиться по команде, пробудила у Бобика упрямство и своенравие. Он решительно не понимал, кому нужно такое сидение, и нисколечко не старался развить в себе этот навык. Но всякий раз, когда Бобик упрямо опускался, поджимая все четыре лапы, ему доставалась тяжелая затрещина и при повторном непослушании длительная порка плеткой. Он и папиросу не позволял совать себе в пасть. И однажды, когда Харальд силой разжал ему челюсти, Бобик впервые тяпнул его за руку. И странное дело, опасное двуногое существо отскочило, вытерло руки и никогда больше не пыталось хватать Бобика за челюсти. Выволочку он, конечно, получил, но она внушила ему отнюдь не почтение, а ненависть к этому злому существу, причинявшему боль. Позднее, когда порки слишком участились, Бобик сообразил, как их избежать. Достаточно лишь не преподать трусливо к земле при каждом окрике мальчишки. На расстоянии он ничего сделать не мог, а камни, которыми кидался, пролетали мимо. Теперь Бобик каждый раз, когда Харальд его окликал, притворялся глухим. Он и не глядел в его сторону, а, занятый своим делом, убегал подальше. В конце концов, воспитатель потерял всякую надежду вырастить из него умное, послушное животное. Однажды этот вопрос обсуждался за ужином на семейном совете. «Ежели он ничему не желает учиться, пускай не учится», — сказал хозяин. «Это ему ни к чему. Лишь бы злости хватало. Вот и все». Все в Бобике говорило о его отваге. Для превращения природной угрюмости в доминирующее качество был применен систематический курс привития злости. Бобика запирали в комнате и часами злили, тыкали в морду палкой, дергали за хвост, за шиворот и тиранили его всячески. Поначалу изводимый пытками Бобик старался вымолить сострадание, жалобно скулил и, как бы ища спасения, жался к ногам хозяина или хозяйки. Но все его отталкивали, никто не жалел, и протесты несчастного животного становились все более отчаянными. Он стал кусать палки, которыми его дразнили, со скаленными зубами кидаться на своих мучителей, и если кто-то осмеливался схватить его за хвост, Бобик, не задумываясь, кусал того за руку. Все его злили, каждый старался причинить ему боль, и преследуемое животное стало избегать людей. Он частенько укладывался где-нибудь в укромном месте и жалобно скулил от непонятной враждебности, которую к нему проявлял весь мир. Со временем Бобик освоил еще одну истину. Он заметил, что изводят его только на своем дворе, где все подчинены коренастому румяному дяде, а за забором, на дороге или речном берегу никто его не задевал. Встречались даже такие странные двуногие, кто его называл ласково и кидал что-нибудь съестное. Бобик все чаще и дальше убегал от дома и скитался по окрестностям. Вместе с другими собачьими подростками он часами бегал по полям и лугам. Когда жара становилась невыносимой, можно было забрести в воду и идти, пока лапы не перестанут ощущать под собой песчаную твердь. Охваченное приятной свежестью тело как бы вновь обретало пружинистость. Не надо было вывешивать изо рта язык, тяжко и отрывисто пыхтеть. Искупавшись, собаки отряхивались и, чтобы опять согреться, гонялись друг за дружкой. Охотничий инстинкт, корнями уходящий вглубь множества поколений, принуждал их воровато припадать к земле, словно прячься от врага. Потом внезапным прыжком из засады наскакивать и трепать друг друга. Бобик буйствовал при исполненной дикой звериной радости. Бросался в воду, переплывал реку, часами носился за воронами. На воле и в свободном движении тело его быстро развивалось, становилось ловким и сильным. Единственной тенью омрачавшей его дневные радости было возвращение на свой двор. Непонятно, за что хозяин орал на него, топал ногами, иной раз даже хватал за шиворот и охаживал веревкой. Такая очередная выволочка бывала делом привычным, а поскольку за ней все равно следовало миска с едой, то тем более наказание не могло заставить Бобика отказаться от гульбы на следующий день. лето перевалило на вторую половину, сено уже было убрано и на поля вышли жнецы. Бобик не знал, по какому случаю хозяин в тот день пришел на реку и подманил его к себе. Остальные чужие собаки остановились на почтительном расстоянии и с любопытством наблюдали за необычной картиной. Хозяин бросал Бобику лакомые куски и показывал, что в руке у него есть еще. Соблазн был велик, и Бобик позволил себя уговорить. Ему обвязали вокруг шеи веревку и отвели домой. Бобик не мог понять, отчего его на этот раз не лупцуют и так скоро оставили одного. Ворота были, Настя, раскрыты. По дороге ехал крестьянин на рессорной бричке. За бричкой бежал, высунув язык, большой желто-бурый пес. Бобик вскочил и рванулся было к воротам. Но тут произошло нечто непонятное. Что-то резко ударило его по горлу, перебило дыхание, и какое-то незримое, могучее существо не давало ему сделать ни шагу вперед. Когда Бобик отступил назад, глотка немного высвободилась и двигаться стало легче. Странное дело. Еще много раз Бобик вскакивал, бросался вперед, но всегда на известном расстоянии от конуры глотку сдавливало, и невидимая рука удерживала его. Поняв, что никто не намерен вызволить его, Бобик все больше впадал в отчаяние. Тоска по свободе заставляла его вскакивать, дергать цепь. Все отчетливее он понимал, что единственно вот эта тонкая бренчащая веревка мешает ему пойти туда, куда хочется. Бобик одушила ярость. Он улегся и стал грызть цепь. Настала ночь, кур загнали в курятник и двор опустел. В полном одиночестве отчаяния терзала Бобика еще мучительней. Он то выл, то скулил коротко, отрывисто. Всю ночь он не смолкал, всю ночь звякала цепь, гремела конура от сильных рывков. Около полуночи вышел хозяин. Обрадованный предстоящим освобождением Бобик стал прыгать и вилять всем телом, но его крепко огрели кнутом. Удары сыпались градом. Бобик юркнул в конуру. Уймешься ты, наконец, сатана окаянной! Дергается так, что весь дом ходуном ходит. Ты мне повой еще, всыплю похлеще! И для того, чтобы собака получше запомнила его угрозы, хозяин, уходя, треснул кнутовищем по крыше конуры. Но как только закрылась за ним дверь, Бобик вылез из конуры и вновь начались его стенания. сперва робкое, тихое поскуливание, а потом настоящий вой отчаяния. Всю ночь он не мог успокоиться. Не затих и тогда, когда хозяин вторично вышел во двор и излупил его плеткой. С цепи никто Бобика больше не спускал. Он был осужден на пожизненный плен. Отчаяние первых дней отошло, и пес примирился со своей участью. Он больше не выл от собачьей тоски, но научился выть по волчьи. По ночам, когда ветер доносил брех других вольных собак, Бобик садился перед конурой и выл подолгу на одной длинной ноте. Эти наводящие жуть, тягучие звуки бесили домашних. Завываний Бобика не выносил также и Джек, который прибегал со своего лежбища в сенном сарае и в смятении крутился подли Бобиковой конуры. Джек вырос в стройного остроухого кобелька и выучился всяким штукам. Ему купили шикарный ошейник с никелированными бляшками. На одной из них было выгравировано европейское имя Джек. Когда ему бывало скучно, когда спать не хотелось и не надо было сопровождать Харальда, Джек приходил поиграть со своим названным братом. Это бывали единственные светлые минуты в жизни Бобика. Словно позабыв о своих бренчащих кандалах, Бобик воскресал в давнем развлечении, припадал к земле, зорко следил за каждым шагом Джека, и как только тот вступал в зону досягаемости, Бобик делал стремительный прыжок вперед. Редко ему удавалось схватить Джека. Тот был достаточно умен, чтобы слишком близко не подходить, отчего результатом большинства выпадов Бобика было его повисание на цепи. А Джек издевательски прыгал перед ним вдали, приближался, давая Бобику изготовиться к прыжку, но как только тот бывал готов, отскакивал назад. Бобику оставалось лишь взвизгнуть от досады. Больно уж ему хотелось потрепать шубу Джека и дать Джековым зубам пощипать себя за загривок. Иногда Джек подходил совсем близко, укладывался перед конурой и, катаясь на спине, возился с Бобиком. Но как как только Бобиковы зубы проникали слишком глубоко в шерсть Джека, умный культурный пес убегал. И напрасно пленник скулил и, заигрывая, вилял хвостом, остроух не возвращался. Особенно неумолимым Джек становился, когда хозяин или Харальд намеревались куда-то уходить. Сознательный и гордый он в выжидательной позе садился у ворот и чувствовал себя исполняющим важные служебные обязанности. С видом еще более гордым, чем у его хозяина, Джек выбегал из ворот туда, где по дороге проезжали под водой и разгуливали чужие собаки. А Бобику можно было лишь дергать свою цепь и диким лаем нагонять страх на каждого, кому доводилось его увидеть. Да это же сущий лев! С цепи ежели сорвется, вмиг сожрет, говаривали люди. Три года просидел на цепи Бобик. Голос от постоянного лая у него охрип. Сам лай стал истерическим, превратился в беспаузный хаос надсадных звуков, внезапно оборвав которые, Бобик заползал в конуру, откуда озлобленно озирал свои владения. однажды однажды весной, когда солнце уже подсушило лужи от растаявшего снега, Бобик, обегая свой привычный полукруг, ощутил вдруг чуждое, позабытое состояние. Тяжесть на шее казалось исчезла, и бренчащая цепь не путалась больше под ногами. Изумительно легкими стали шаги, плоть его словно бы утратила вес. В первый миг пес не понял, что случилось. Еще пару раз обежав свой полукруг, поворачивая на привычных местах, он остановился и, нюхая землю, сделал несколько шагов в направлении ворот. И странное дело, у обычной границы ошейник не сдавил глотку. Бобик мог идти вперед. Он стал не смело бегать по двору, все ожидая удара цепи о грудь. Но удара не было. Бобик мог бегать везде. Конура осталась где-то немыслимо далеко, цепь валялась на песке перед ней. Наконец Бобику стало ясно, он свободен. Старая цепь была ржавая, какое-то звено в конец проржавело и не выдержало, порвалось. На ошейнике у Бобика остался короткий ее обрывок, всего несколько звеньев. ошалев от радости, пес завертелся волчком, норовя поймать себя за хвост. Но теперь уже и люди заметили происшествие. Толстая служанка от ужаса буквально онемела. Кошмарный пес был на свободе, что-то теперь произойдет. Придя в себя она заорала и своими криками подняла на ноги весь дом. Выбежал хозяин, стал звать Бобика, но Бобик казалось напрочь оглох. Не оглядываясь назад, он выбежал на дорогу. Не думая куда бежать, мчался вперед и вперед. Затекшие члены нестерпимо зудели, рысь перешла вголоп. По дороге навстречу шли люди. Бобик не замечал их испуга, не видел, как они прыгали через канаву в страхе, что чудовище нападет на них. Он не чувствовал зла никому из них. Ему теперь было не до того. Свобода, долгожданная свобода, бесконечно милая свобода наконец пришла. Впереди была река, дальше лес и вообще столько разных мест, куда Бобику надо было обязательно сбегать. Он кинулся в студеную воду, проплыл широкий полукруг и вылез на берег озябший, но довольный. Отряхнувшись, повалялся на земле, побежал дальше, ни вправо, ни влево, ни оборачиваясь. Он летел прямо вперед с таким серьезным видом, словно его там ожидало нечто очень важное. Смеркалось. Все ощутимее чувствовался голод. К вечеру Бобик увидел перед собой хутор, постройки, все, что было вокруг, казалось знакомым. Каждая здешняя мелочь оказывается была впечатана в память. Голоса, доносимые ветром, были столь же привычны слуху, как запах, характеризовавший это место всего типичнее. Неосознанно, ведомый каким-то особым инстинктом, Бобик опять пришел к своему дому. Усталый, он сел на пригорке и, тяжко дыша, смотрел на него. Из ворот вышел хозяин. Он направился прямиком к Бобику, но пес встал, чтобы уйти. Хозяин остановился. Ах, как ласково глядел он на Бобика, каким нежным, уговаривающим был его голос. Он держал что-то в руке и показывал Бобику. Поскольку Бобик не понимал, тот отломил кусок и кинул собаке. Это был не камень. На камень не кладут желтую вкусную приманку. Бобик с жадностью проглотил бутерброд. Лакомство еще больше возбудило аппетит. Хозяин был так добр. Он не бронился, и в руке у него не было плетки. Вот он кинул еще кусок и сам сделал несколько шагов вперед. В руке у него был еще кусок хлеба. Ну, поди ко мне, Бобик, на, 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 идем домой, Бобик, песик, на, на, на. Все ближе подходил хозяин, все различимее виднелся бутерброд в его руке. Всего лишь несколько мгновений длилось колебание Бобика. Трудно было устоять перед соблазном. Он капитулировал, стыдливо повилял хвостом и покорно припал к земле, когда хозяин взял его за пряжку ошейника. Бутерброд он получил, но как только он был съеден, ласковый двуногой перестал гладить Бобика. А дураченного пса он грубо приволок во двор. В тот же вечер Бобик был посажен на новую цепь. Ее только что привезли из Риги, она была гораздо тяжелее старой. На век одной собаки ее хватит с лихвой. Прошло два года с того дня, когда Бобик порвал старую цепь. Опять было лето. Собачью кунуру покрыли новой крышей. Зажиточный хозяин не допускал, чтобы страж его добра жил в антисанитарных условиях. У Бобика появились первые признаки старости. Ему уже не нужны были товарищи для игр. Когда молодые собаки подходили поиграть, он огрызался. Морда у него совсем посидела. Больше всего он любил лежать и часто засыпал почти по человечьей глубоким сном. Повыпадали зубы от грызения костей и ненавистной цепи. сам он стал угрюмым и неприступным. Лаял меньше, чем прежде, но свою неутолимую злобу выражал в свирепом рычании. Иной раз что-то надумав, он начинал лаять, но сразу же застыдившись убирался в конуру. Однажды из Риги приехал Харальд, только что окончивший курс юридических наук. С ним прибыла молодая белокурая дама, одетая во все белоснежное. Их прибытие подняло на ноги весь дом. Встречать гостей вышло все семейство. Аттилия, так звали молодую даму, ко всему проявляла самый живейший интерес и с любопытством осматривала постройки и хозяйственный инвентарь. Ничего не скажешь. У ее жениха родители были зажиточные. Это обстоятельство гарантировало успех в совместной жизни. Внимательно осматривая голубятню, Аттилия приблизилась почти к самым дверям конюшни. Она не заметила, как злобно на нее глядит из-под лобья собака, не обратила внимания на близость ее изготовившегося к прыжку тела. В последний миг, правда, хозяйка воскликнула, «Ой, барышня, бегите, пес!» Но было поздно. Эта белая двуногая, столь чуждо пахнущая, переступила запретный рубеж владений Бобика. Не рыкнув, пес метнулся вперед и, кипя от ярости, вонзил зубы в маленькую кожаную туфлю. Ах, что за переполох случился в семействе. Мужчины набросились на собаку, женщины обступили бедняжку пострадавшую. Туфля прокушена, телесного цвета чулок порван, собака когтями сделала длинную царапину. Атилия нервно улыбалась. Она охотно бы расплакалась, не повреди это ее внешности. Атилия всей душой возненавидела гадкую собаку. Бобику задали такую порку, какой он не знавал и во дни своей юности. Даже гордому Джеку стало не по себе. Он был взволнован и держался поодаль, льстиво виляя хвостом, поглядывал на экзекуцию своего названного брата. Атилия получила максимальное удовлетворение. Собака была выдрана, и барышня выпила принесенной хозяйкой стакан воды. В тот же вечер удалось починить и чулок. У хозяина в магазине нашли с нитки телесного цвета. Единственное, туфлю починить было невозможно. И барышне Атилии волей-неволей пришлось обувать имевшиеся у нее в запасе теннисные туфли. Правда, это не гармонировало с остальным ее одеянием, да что здешняя деревенщина смыслит в подобных вещах. Собаку она очень боялась, и одна не высовывала носу во двор. А что если этот зверюга сорвется с цепи? В тот вечер хозяин с хозяйкой держали небольшой семейный совет. Они решили сделать сюрприз будущей невестке. У помолвленных тоже состоялся совет. Они условились встать утром пораньше и встретить восход солнца на реке. Атилия несколько лет посещала Академию художеств. Ее интересовали пейзажи. На следующее утро Харальд и Атилия поднялись на зорьки. Никем не замеченные, они вышли со двора. Правда, Бобик злобно рыкнул в конуре, но никто его не услышал. Они спустились к реке, на земле сидеть было нельзя, трава была влажной от росы. В ожидании восхода солнца они стали тихонько прогуливаться по берегу, настраивая свое восприятие на ожидаемое явление природы. Пройдясь в одну сторону, они повернули обратно. Атилия была без чулок. Харальд, остерегаясь чрезмерно увлажнить отутюженные брюки, немного подвернул их. Харальд, это кто там так рано расхаживает по лугу? спросила Атилия. Харальд стал всматриваться в сумрак. Какой-то мужчина спускался с горки к реке. он был не один. Вел на поводке собаку, которая, радуясь ранней прогулки, кружила вокруг хозяина. Он, однако, рад вовсе не был. Зло дергал собаку за поводок и в пол голоса ругался «Ты будешь идти спокойно, тварь окаянная или нет?» И он сильно пнул собаку. Молодые люди остановились и наблюдали за странной картиной. Мужчина подошел к воде, посадил в лодку собаку и отгреб на середину реки. Затем он привязал на шею собаки здоровенный булыжник. Барышня Атилия отвернулась. Она была очень чувствительна и подобные зрелища были не для нее. А пес заметил в предутренней мгле чужих двоногих. В нем запылала давняя злоба. Угрожающе зарычав, он залаял. В этот момент хозяин столкнул его за борт лодки. Пес был так захвачен приступом злобы, что не понял, что с ним происходит. И в воде он продолжал еще лаять, и его последнее гав заглушила вода, хлынувшая в пасть. Было слишком много этой воды. он глотал сколько мог, но не мог проглотить всю. Эти люди уважали барышню Атилию, и любое ее желание угадывали по глазам. Из чувства благодарности Атилия улыбнулась Харальду и еще сильней прижалась к его плечу. Они пошли в лес, потому что барышня Атилия очень любила природу. Вы слушали рассказ латышского писателя Виллиса Лацеса «Жила-была собака». Читал народный артист РСФСР Владимир Дружников. Передача подготовлена литературной редакцией. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров